Мы поехали на автосалон в Женеву благодаря нашему партнеру ТОВ Порше Украина, официальному импортеру Volkswagen в Украине. А также спасибо нашим друзьям, магазину 130, Интертелеком и ОККО. И снова здрасте, мы на женевском автосалоне на стенде Ford, посмотрим на обновленный Kuga. Как видим, он изменился, не кардинально, но в лучшую сторону. Например, благодаря радиаторной решетке. Здесь, кстати, не обычная, а такая, как у всей серии с пакетом Виньяли. Обычная выглядит вот так. В общем, благодаря оптике и решетке он выглядит агрессивнее и строже. Изменился бампер и оформление задней части. И если прошлое Мондео и Kuga были, ну как по мне, никакими, то это мне нравится. И для него доступны новые диски большей размерности. Конкретно у этой модели 19 дюймов. Главное новшество. Kuga получил новый полуторалитровый 120-сильный экономичный дизель TDCi. Расход топлива обещает в пределах 4,4 литра на 100 километров. А это на 5% экономичнее предыдущего аналога. Вариант с таким мотором будет переднеприводным. Также будет доступен полуторалитровый бензиновый турбомотор EcoBoost с тремя вариантами форсировки. 120, 150 и 182 лошадиные силы. И двухлитровый дизель TDCi на 150 или 180 лошадиных сил. Как вы уже поняли, в зависимости от мотора привод будет или передним, или полным. Моторы будут работать с шестиступенчатыми механикой, автоматом и роботом PowerShift. В салоне руль новой стилистики с подогревом, а также новая мультимедийная система на 8 дюймов, которая работает под управлением голоса, а также в ней есть Apple CarPlay и Android Auto. Повторюсь, вы видите версию Виньяль, в которую даже нельзя заходить, потому что у нее тут все так по-богатому. А обычная версия выглядит попроще. Предыдущее поколение Kuga приобрело немалую популярность, и Ford надеется, что с обновлением дела пойдут еще лучше. Я думаю, так и будет. Мы поехали на автосалон в Женеву благодаря нашему партнеру Тоф Порше Украина, официальному импортеру Volkswagen в Украине. А также спасибо нашим друзьям, магазину 130, Интертелеком и ОККО.